Доброе утро, коллеги! Адмирал Маркетс, Роман Исаков. Вы смотрите проект Трейдеры. Проект о настоящих трейдерах и настоящих деньгах. Сегодня наш второй стрим. Я начинал с 1000 евро. Пока была только одна сделка, которую мы делали в виде отложенного ордера. Соответственно, вчера также открыл еще одну сделку по S&P 500, об этом расскажу ранее. Но пока балансу он также равен 1000. Напоминаю, что я рискую собственными средствами. Каждый, кто хочет торговать, должен помнить, единственное, что в трейдинге вы можете контролировать на 100%, это свое отношение к риску. Моя стратегия не рисковать более чем 1% от моего портфеля. И это единственное, в чем я рекомендую следовать моему примеру. Итак, давайте сейчас посмотрим, что у нас произошло с отложенным ордером по паре британский фунт и американский доллар. И я расскажу о своей новой торговой идее по индексу S&P 500. Переходим в метатрейдер. Итак, у нас пара британский фунт и американский доллар. Я напомню, что для открытия позиции я устанавливал отложенный ордер в область 1.3279. Ордер не сработал. Фактически здесь реализация самой торговой идеи. То есть, в принципе, сигнал к продажам, он сформировался еще 1 числа. С вами мы встречались 4 числа, поэтому ситуация уже немного на один день была чуть хуже, чем она могла быть. Поэтому здесь вполне ожидаемо ордер мог и не сработать. Такие ситуации бывают, к этому нужно быть готовым. Но в тот момент, когда мы, например, с вами проводили предыдущий стрим, та цена, которая была, она меня не устраивала. Вот войти в области 1.3275 для меня оказалось более интересным. В данном случае ордер не сработал. Ну что ж, рынок даст еще новых торговых идей, а убущенных сделках переживать не стоит. Ну а всех тех участников, кто писал в комментариях свои идеи по поводу торговли по паре британский фунт и американский доллар и те, кто находится сейчас в продажах, то есть это дополнительное подтверждение тому, что сейчас фунт продолжает свое движение, поэтому здесь пока имеет смысл также держать позицию. С точки зрения данной валютной пары следующая торговая идея и в том случае, если фунт дальше начнет обновлять локальный минимум, то соответственно ситуация сохранится. Итак, S&P 500. Вчера мне, я рассматривал данный актив и соответственно появилась торговая идея по данному инструменту. Сделку я уже открыл, а сейчас давайте расскажу, чем я руководствовался и какими принципами я смотрел. Ну, я думаю, что многие из вас уже поняли то, что основная торговая идея моей стратегии это следование тренду и присоединение уже к тем импульсам, которые начались. Я смотрю более крупную картину и уже нахожу локальное подтверждение с точки зрения часового таймфрейма. Давайте посмотрим и я покажу вам свои рассуждения. Откроем дневной график индекса S&P 500. Здесь мы с вами видим, что вчера S&P подходил к локальным максимумам, вчера-позавчера в области 1.28.22. То есть мы видим, что здесь этот уровень был пробит в октябре 2018 года. Затем у нас был ретест. Три раза мы к этому уровню подходили. Вот сейчас был заход еще один. Фактически сейчас мы можем предполагать, что от этого уровня может начаться или нисходящее движение, то здесь как цель максимум это прикинулся 21.23.44, но такое бывает не сразу. Или может произойти коррекция. И тот, и тот случай для нас наиболее интересен. Пока мы не знаем, насколько будет это движение большим, но сейчас была возможность присоединиться к этой сделке непосредственно на продажу. Соответственно, дальше уже как ситуация будет развиваться, мы будем вместе с вами смотреть. Но продать по самой максимальной цене, я считаю, что для трейдера всегда очень интересно. В том случае, если цена сможет все-таки закрепиться выше данных максимальной значения, это может произойти. Рынок нам ничего не должен и цена пойдет туда, куда пойдет. Наша с вами задача это правильно интерпретировать ситуацию, которая есть и принять правильное решение. Соответственно, сейчас я нахожусь в продажах. Сейчас давайте посмотрим более мелкий таймфрейм S&P 500. Вход был по цене 127.95. Стоп лосс я убрал за локальный максимум. Это максимум 4 марта. Сейчас он находится по цене 28.23. У меня имеется примерно 2 евро плавающей прибыли. Соответственно, сейчас я ожидаю движение обновления локальных минимумов и соответственно движение уже дальше вниз. Уход ниже минимальное значение 4 марта, но и дальше уже в область на 2725. В этом будет заключаться моя торговая идея. Пока стоп лосс я перемещать не буду. Сделал это только в том случае, когда цена обновит локальные минимумы. Но об этом я также расскажу уже в следующем нашем стриме. Итак, о чем важно поговорить? Первый инструмент, который мы открывали, была валютная пара. С этим все казалось бы просто. Сейчас мы рассматриваем CFD на индекс. Я взял S&P 500. S&P 500 это крупнейший американский индекс. В этот индекс входит 500 акционерных американских компаний в разных пропорциях в зависимости от сектора. И важно помнить, что это 500 не крупнейших компаний, а именно акционерных. Потому что те компании, которые не котируются публично, они в этот индекс не попадают. И еще важное понятие это что такое CFD. CFD на индекс. Фактически CFD это контракт на разницу, если перевести с английского языка. Это спекулятивный инструмент, который не дает право владения активом, но дает возможность спекулировать на как раз изменение ценовой стоимости. Когда дело касается именно трейдинга, владея активом действительно не принципиально. То есть нам не важно, чтобы нам привезли баррель нефти домой или, например, золота. Мы хотим зарабатывать именно от разницы курсовой стоимости. Важно получить максимально возможную прибыль, при этом минимизировать издержки. Также контракт на разницу позволяет зарабатывать не только на росте актива, но также и на падении. Ну и плюс дает возможность использования кредитного плеча, что уменьшает возможность для входа. В данном случае мной была открыта сделка объемом 0,3 лота. Объем здесь чуть меньше, например, чем по валютам, но вы всегда можете посмотреть калькулятор трейдера. Ссылка также будет в описании к этому видео и рассчитать каждый актив, каждый инструмент. Для торговли я использую платформу MetaTrader 5 и бесплатный плагин от Admiral Markets, который называется Supreme Edition, который позволяет также рассчитывать риск уже непосредственно в платформе. В первом видео мы с вами это делали. Кто его пропустил, сможет вернуться и пересмотреть. Ссылку на платформу и плагин в описании к этому видео. Также, коллеги, нам важно ваше мнение. Сейчас мы планируем на март серию вебинаров. Напишите, пожалуйста, те темы, которые для вас были бы интересны. Возможно, это поиск точек для входа, торговля на новостях, разбор каких-то инструментов, каких-то индикаторов, каких-то принципов торговли. Вот напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, что бы вы хотели, в чем хотели бы вы разобраться в течение 45 минут, пока идет вебинар. И наиболее интересное мы запланируем уже в марте. Итак, свой следующий стрим я проведу уже в пятницу, на 8 марта, международный женский день. И тем не менее, в этот день выходит также показатель, который называется Non-Farm Payrolls. Я напомню, что он не выходил 1 марта, его перенесли именно на 8 марта. То есть это получается уже вторая пятница в марте. Поэтому наш стрим мы начнем за несколько минут до публикации данных. Для того, чтобы не пропустить, нажмите на колокольчик. Все видео публикуются на нашем канале ВКонтакте, в Фейсбуке. И также свои идеи я буду публиковать в своем профиле на TradingView. Вот вчера, когда, например, появилась идея по S&P 500, я сразу же опубликовал ее на TradingView. Поэтому все, кто хотел бы получать обновление максимально быстро, подпишитесь на страницу. Ссылка также будет в профиле. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Увидимся с вами уже 8 марта в 13.30 по Лондону, 14.30 по Берлину, 15.30 по Таллинну, Киеву, 16.30 по Москве. Ставьте стоп-лоссы и лайки. Всем спасибо за внимание и до свидания.